Привет! Сегодня я хочу дважды похвалить своего закадычного друга Юру Депо 196. Закадычный значит старый добрый друг. Ведь мы с Юрой знакомы с середины 80-х годов, когда он был студентом-выпускником электроакустического факультета Киевского политеха, а я был руководителем его диплома. Темой диплома была та самая система динамического подмагничивания, которая в 1987 году была опубликована в журнале радио под названием МАЗДП-2, а после защиты Юрием диплома на заводе МАЯК была внедрена в кассетник МАЯК-242. С тех пор Юра постоянно помогает мне в моих деяниях и сегодня активно участвует в совершенствовании фонокорректора. Он первым из моих помощников заказал печатные платы не с простой горячей лужонкой контактов, как на нижнем фото, а с иммерсионной позолотой двойной толщины, как на верхнем. Это обошлось, правда, в 4 раза дороже, но мы же с вами делаем хай-энд фонокорректор на века, поэтому за ценой не постоим, правда же? Но больше всего мне хочется поблагодарить сегодня Юру за его грандиозную НИОКР по исследованию и оптимизации всех мыслимых и немыслимых вариантов блока питания качественного фонокора. После вот этой вот моей публикации Юра не поленился собрать и обмерить все эти варианты, как традиционные трансформаторные из прошлого века, так и модернутые на юсбишках. Когда-то он начал с вот такого традиционного варианта на сетевом тороиде малогабаритном, отдельном выпрямителе, двухполярном стабилизаторе на малошумящих, но не дешевых микросхемах. ТПС-7А4701, ТПС-7А3301. Вот он, так. И тут все вроде технически гуд, но цена и габариты оставляли чувство неудовлетворенности. Кто ищет, тот найдет. ИДИПО-196 выбрал на Ебая классику на ЛМ-ках 317 и ЛМ-ках 337, которая вместе со встроенным выпрямителем стоит в 7 раз дешевле предыдущего варианта. В дальнейшем именно этот вариант был выбран образцовым аналоговым блоком питания. А дальше подвернулся я с двухполярной импульсной повышалкой на китайской XL-ке 6007. И Юра сразу вспомнил, что и его любимый измерительный аудиоинтерфейс Штейнберг ЮР-22 МК-2 Тоже питается от USB-шки. И тут понеслись измерения. Но сначала у Юры ничего не получилось. Из-за того, что вместо рекомендованных мной дросселей ЭПКОС на 2 мили Генри Юра прикрутил муратовские СМДшные BLM-21 Которые оказались не годидзе Из-за в 100 раз меньшей индуктивности. Но потом Юра прикрутил нормальные дроссели на 2 мили Генри От пищалок его акустических систем И дело пошло. Удобство XL-ке 67 состоит в том, Что без изменения схемы Она штатно работает с любыми источниками напряжения От 3,6 до 24 вольт. И поэтому Юра легко опробовал И 5 вольтовую USB-C питалку от своего айфона И 12 вольтовый импульсник от роутера И вообще все, что было под рукой. На сегодня все. Большое спасибо Юре Депо 196 До новых встреч Всегда Ваш Николай Сухов В заключение Полюбуйтесь на спектры шумов При использовании на выходе импульсного преобразователя Неправильных дросселей Это желтый график Или вообще без дросселей Голубой график Здесь зеленый график Соответствует аналоговому блоку питания Со стабилизаторами На LMK317-337 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok